В штате оставляют только убойный отдел. Остальных сотрудников легендарного МУРа выводят из него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По крайней мере так хотят повысить эффективность работы и искоренить коррупцию. Реформировать в первую очередь будут части, которые отвечали за борьбу с наркотиками и организованной преступностью. Именно эти оперативники по роду своей деятельности чаще всего общаются с прессой. А значит теоретически могут слить информацию. Увольнять при этом никого не будут. МУРовцы продолжат работать, правда не в штате. МУР существовал еще в царской России. Тогда он назывался Московский уголовный сыск. После революции 1917 года весь его штат признал власть советов и остался на своих местах. Это были опытные специалисты, которые в лицо знали сотни уголовников и могли даже по почерку определить преступника. Свои знания им пришлось срочно передавать новым сотрудникам. Без расширения состава было уже не обойтись. После смены власти в Москве резко выросло количество преступлений. К середине 1918 года в столице орудовало более 30 крупных банд. Но уже через пару лет муровцам удалось переломить ситуацию. Количество разбоев сократилось в три раза, грабежей в девять раз, убийств на треть. Образ доблестных сотрудников уголовного розыска лег в основу известного фильма. Место встречи изменить нельзя. Именно с этой картиной до сих пор у многих ассоциируется работа Мура. Послушай, Шарапов, не распускай сопли. Здесь Мур. Они институт благородных девиц. Убита женщина. А убийца разгуливает на свободе. А он должен сидеть в тюрьме. Но ведь Грузия будет сидеть! Я сказал. Война изменила характер преступлений. Во время Великой Отечественной бороться приходилось в основном с налетами на магазины, склады, базы на все, где можно было достать еду. Появились целые банды, которые грабили квартиры. А после войны оперативная обстановка осложнилась еще больше. На руках у населения оказалось много огнестрельного оружия. В советское время муровцы одними из первых столкнулись с новым для СССР видом преступлений, серийными убийствами. А еще с терроризмом. 3 ноября 1973-го недалеко от Москвы четверо преступников в воздухе захватили самолет Як-40. Налетчиков удалось обезвредить. А через 4 года столичным сыщикам пришлось заняться еще одним необычным для того времени делом. Взрывами в московском метро. Сейчас в Муре служат около 4000 человек. Это 5% от всего личного состава столичной полиции. На их долю приходится раскрытие почти 70% убийств, половины изнасилований, разбоев и третье – краж и грабежей.